О своем впечатлении от показа Марии Рубальченко нам расскажет экс-солистка группы Ассорти Марина Дрождина. Расскажите о своем сегодняшнем образе. Я на самом деле впервые одеваю, вот длинное платье не впервые, но вот эти рукава, у меня ощущение, что я попала, ну может быть там в 18 век. И вот когда я одела его, у меня, ну как вот у актрис, да, бывает такое, что они переуплощаются в какого-то героя. И вот я себе представила, то есть я не видела людей, я шла вот вперед и чувствовала, как я иду к карете, наверное. То есть, ну это очень интересно, потому что в глазах сразу история, и на фотографии это тоже отражается. Поэтому вот я сама выбрала себе это платье, я много чего посмотрела, но почему-то захотелось быть сегодня такой. Как вас пригласила Мария к себе в участие в показе? Мы с Марией давно знакомы, я часто участвую у нее в показах, потому что работаю как модель тоже. Пригласила как? Я увидела через Инстаграм, что она готовит какие-то эскизы, я спрашиваю, так, что там интересного будет? Она говорит, а я вот планирую выступить на Estee Fashion Week. И я говорю, ну если интересно, говорит, да, да, я хотела тебя пригласить, с удовольствием приходи. Вот я здесь. Как шла подготовка? Долго? Подготовка к показу? На самом деле очень быстро, потому что я успела сбегать на работу к своим детям, в смысле к ученикам, и прибежать сюда, и буквально за час мне сделали прическу и макияж. Поэтому в этот раз все было очень быстро. Известно, что кроме моделинга вы еще занимаетесь и как актриса. Расскажите еще о своих увлечениях и творчестве. Ну, если говорить об увлечении, то я с детства выжигаю по дереву, мне это нравится, и иногда просто подарки, если есть время, я делаю подарки своими руками, выжигаю и скалки, и, не знаю, там, доски, и такие... В общем, разные фигуры из дерева. Это увлечение, наверное. А все остальное все-таки это для меня даже уже работа. То есть я всем пытаюсь, не пытаюсь, а занимаюсь и актерским, и дефиле, и танцами, и вокалом. Все это профессионально. И фортепиано. То есть все остальное уже как работа у меня. Какие проекты, в каких проектах вы сейчас принимаете участие, вот, помимо моделинга? В феврале я принимала участие в проекте фотохудожника Алены Бикетовой. Называлось «12 месяцев». И я была первый месяц. В февраль там специально шился костюм, специально придумывался образ, макияж, прическа. То есть уже фотографии готовы, и просто так интересно я с таким, как он называется, у Деда Мороза, как он, посох, да, с посохом, который тоже делался специально для этого, для этой фотосессии. И на фоне Moscow City я такая была холодным. Вот я сама по себе, конечно, я февральская, то есть день рождения у меня в феврале, но сама в душе я лето. То есть я люблю, когда зелень, травка, солнце, тепло, а тут я должна была изобразить такую холодную, ну, не знаю, даже злую немного, ну, как злая зима, да, бывает такое, что морозная такая вся. И вот мне пришлось переуплотиться в этот образ, ну, актерское образование позволяет переуплощаться, и получились такие фотографии, где я сама себя, в принципе, даже не узнаю, потому что там такое все. Ну, не как я обычно, все привыкли меня видеть улыбающиеся, все такая в розовых очках, порхаешься, успеваю на лету сделать. Вот, вот это было интересно. Пока проектов больше нет, в которых я участвую, но я вот готовлю 14 мая такой, хочу сделать дрожжи на Fashion Day, после того, как я уже на неделе моды побывала, в Эстете побывала. Хочу сделать свой такой день, где принят участие моя модельная студия, где мы будем показывать и дефиле, и танцы, и актерское мастерство. И плюс еще он поддержит нас артисты, дизайнеры, танцоры. Так что вот всех жду 14 мая, новости все будут у меня в группе тогда ВКонтакте. Спасибо большое, творческих успехов и душевного лета вам. Спасибо, взаимно.